Закон о разрешении использования средств в дальней связи. Скорее, о вторжении в личную жизнь. Этот закон не просто шаг к тотальному надзору. Он и есть тотальный надзор. По данным экспертов, чип содержит уникальный персональный номер человека, в который входят такие категории, как Человек вы или животное, то есть тип живого существа, социальный статус объекта, границы дозволенных и недозволенных услуг, то есть квоты для данного социального статуса, код страны, в которой проживает объект и национальный идентификационный код. Под этим же номером в едином демографическом реестре будет создан файл-досье, в котором будет содержаться абсолютно вся информация о человеке. Все эти данные будут иметь международную структуру электронного контроля за каждым гражданином нашей страны. Каждый биометрический паспорт будет снабжен резонансной рамкой, излучающей вредные для здоровья электромагнитные волны, которые, в свою очередь, способны провоцировать изменения психологического состояния человека. Таким образом, вырисовывается зловещая перспектива легализованного тотального шпионажа при полной потере ими конфиденциальности своей частной жизни. Прослушивайте всех, кому он звонит, узнайте все о его жизни. Его телефонные счета. Кому он звонил? О, смотри, чей это номер. Нужно проверить, что у них с Рэйчел Бэнкс. Рэйчелов Бэнкс. Ее данные. Они вместе учились в университете. На втором курсе у них один и тот же номер и адрес. Узнайте все о его жене, о его родителях. Играет ли он в азартные игры? Что показывает анализ его матча? Используйте все для достижения цели. О, вот оно. Что? Дин за последние полтора года 4, 5, 7 раз снимал со счета суммы в 4 тысячи, 5 тысяч. Еще больше. Еще больше. И всякий раз. Прелестная мисс Бэнкс после этого вносила крупные суммы на свой счет. Все перемещения человека, будто посещение магазинов. Поездки во всех видах транспорта. Прогулка с ребенком на детской площадке. Получение безналичной или наличной зарплаты. Расход денег на те или иные покупки. Все это станет предметом невидимого для нас с вами аморального соглядательства именем закона. Ганерс, дай-ка парню с рюкзаком. Одной из самых вопиющих угроз для гражданской свободы человека будет технотронный контроль денежных потоков населения нашей страны. И электронные документы будут эффективным средством для манипулирования человеческим поведением со стороны власть-придержащей элиты. Любое проявление инакомысля против узаконенной системы электронного правительства может стать поводом для занесения имени протестующего в так называемую базу-стоп-лист. База-стоп-лист это своего рода электронный черный список, то есть система автоматической блокировки денежных счетов, социально неблагонадежного с точки зрения властей человеческого элемента. Могу я снять у вас на вечер? Да-да. Конечно. Спасибо. Извините, сэр, эта карта недействительна. Она совсем новая. Попробуйте еще раз, пожалуйста. Да, сэр. Наверное, это недоразумение. Спасибо. Проверьте. Да, сэр. Нет. Недействительна. Бесправность любого гражданина, снабженного биометрическим паспортом, будет заключаться не только в его подконтрольности силовым структурам своей страны, но также силовым структурам Евросоюза и США. Легкая доступность наших конфиденциальных данных будет большим подспорьем для спецслужб и владеющих цифровыми технологиями представителей организованного преступного мира, которые получат возможность для отслеживания наших физических миграций и перемещения денежных потоков в нашем электронном кошельке. Уже сейчас многие стихийные рынки постсоветского пространства заполнены базами данных госпредприятий и частных фирм. В одном из торговых комплексов Москвы полицейские провели операцию по изъятию из незаконной продажи закрытых баз данных. На дисках была записана служебная информация МВД и ГИБДД, списки клиентов страховых компаний и абонентов сотовых операторов, данные по недвижимости и коммерческим операциям. С введением же электронных документов личные данные каждого из нас рискуют оказаться в качестве элементарного товара на прилавках полулегальных видеобазаров рядом с боевиками и порнографией. Теперь для шантажистов, вымогателей и воров наступают райские времена. Им не придется тратить время, выискивая состоятельные квартиры или данные ваших счетов. Имея все данные на вас или на вашего ребенка, любой кибнепер, педофил или садист сможет вычислить его по базе данных. Несомненно, воспользуются реестром и черные риэлторы, рейдеры, да и просто желающие разобраться с конкурентом по бизнесу. Джон, я уже столько о тебе знаю. Твой адрес в Бруклине, платежи по ипотеке, сколько времени ты служишь в полиции. А как там ходили? Ох, как жаль. Вы развелись? Люся и малыш Джек переживали? Ох, как грустно. Я думал, после 30 лет службы, пенсионные отчисления больше. О, стало еще хуже. Твои накопления исчезли. Ну вот что, я тебе все возмещу. Грохни, мистера Феррелла, и уезжай. А когда проедешь следующий квартал, все твои долги спишутся, а дети будут обеспечены до конца жизни. Черные трансплантологи, имея медицинские карты всех жителей, смогут быстро найти любой нужный орган с требуемыми параметрами. В Киеве обезврежена банда черных трансплантологов, жертвами которых были граждане России, Украины и Азиатских республик. Потерпевших вывозили в зарубежные клиники, где они становились донорами внутренних органов для богатых клиентов. В банду входили четверо украинских хирургов высшей квалификации, а возглавлял группу гражданин Израиля. Непреложной процедурой для получения биометрического паспорта будет снятие с получателя его отпечатков пальцев и сканирование индивидуальной роговицы глаза, что создает еще одну платформу для фабрикации ложных обвинений против неугодных правящему режиму людей. С помощью современных технологий отпечатки пальцев легко могут быть перенесены на рукоятку оружия, на пакет с наркотиками или же на баранку угнанного автомобиля. Пожалуй, ни один документ в истории человеческой цивилизации не представлял для людей такой угрозы кабальной, в данном случае электронной зависимости от государства и наднациональных корпораций, как вводимы сейчас биометрические паспорта и прочие чип-картовые носители. Наиболее скрываемая сторона вопроса это процесс снятия биометрических данных, которые будут проводиться на специальном оборудовании. Обычная фотография для таких документов уже не подходит. Лоббисты введения паспортов утверждают, что американское оборудование нового поколения уже завезли. Существует опасение специалистов, что под видом 3D-сканирования лица будет проводиться лазерное маркирование лба, невидимой человеческим глазом меткой. О том, что такая возможность маркирования уже опробирована, можно убедиться на официальном сайте запатентованных в США изобретений. После нанесения штрих-кода человек опознается компьютером как товар, так же легко, как и пачка маргарина. Крайне дорогостоящий проект, ставящий народы в положение очередного европейского общенационального подопытного кролика, контролируемого извне с помощью западного специального супероборудования. Исходные данные идут с 7 спутников, причем в любой момент наблюдения ведут не менее 4. Для нас они как свидетели, у каждого разный обзор. Сегодняшнее наше согласие с этим вторым этапом будущей технотронной диктатуры, а первым было введение в свое время ИНН в эсхатологическом смысле означает соучастие в построении предсказанного в Священном Писании еще 2000 лет назад грядущего царства зверя, то есть антихриста, который должен будет явиться на международной арене в виде всемирного президента и глобального религиозного диктатора в одном лице. И финансово-политическая элита, подготавливающая его приход, шаг за шагом добивается данной цели, превращая все население планеты в обезличенную, киборгизированную биомассу, иначе говоря, в биороботов с вживленными в тела микрочипами, что будет уже кульминацией всех вышеупомянутых человеконенавистических процессов. Они хотят одно мировое правительство, контролируемое ими. Всем людям будут имплантированы чипы, это мне сказал личный Рокфеллер, и это то, чего они хотят достичь в конечном счете. Все деньги будут в чипах и заменят наличные деньги. В любое время они смогут снять с вашего чипа столько денег, сколько захотят. И этот чип соединен с базой данных, которая содержит информацию о ваших покупках, о том, чем вы занимаетесь, обо всем, все в чипе. Они просто отключат ваш чип, и у вас ничего не останется. Вы не сможете купить еду, не сможете ничего сделать. Это тотальный контроль над людьми. Тотальный контроль. Тотальный контроль. Стоит серьезно задуматься, так кому же нужен поголовный сбор, обработка и хранение в одном месте посредством биометрических паспортов и кредитных карточек всех наших персональных данных? Нам? Или же группе иностранных безбожных олигархов, стремящихся установить на Земле свой антихристианский новый мировой порядок? Субтитры создавал DimaTorzok